Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино и ни в коем случае повторять за нами не стоит. А всем привет с вами Тимон и ребята, давненько не было экспериментов с химией, наверное еще с тех времен, когда я делал вулканы с аммонией, или когда год назад тому я впервые заказал галии, да. Наверное поэтому и пишет, что я скатился и эксперименты уже не те. Ты живой? Да, я дарю, я дарю. Ё! Это было жесть вообще. Ё! Прямо на меня. Это жесть. Ведь раньше же было круто, а теперь все не так. Так, лазим на огромную пожарную колончу и скидываем гири на батут, ну вообще не так. Именно поэтому я обнаруживал в себя в студии коробку, которая год пылилась. Да, год тому назад я заказал натрий и хотел показать вам его свойства. Натрий, ребята, это очень интересный металл, он реагирует с водой, его можно разрезать ножом. Как видите, он приезжает к такой банке, внутри которой еще одна банка. На самом деле, эта стеклянная банка неспроста. Натрий хранится в керосине из-за того, что он легко может реагировать с кислородом или с водой. Если на него попадет хоть маленькая капля жидкости, будет. Именно поэтому ни в коем случае не повторяйте, лучше просто смотрите на результат. У нас для этого есть все средства безопасности, чтобы не надышаться парами водорода, что выделяет натрий, и чтобы ни в коем случае не пострадали лицо и глаза. Так, давайте вымем два кусочка натрия. Как видите, он уже порезанный и полностью весь в керосине. Давайте подождем, чтобы керосин немного стек. А мы пока приготовим емкость и зальем немного воды. А теперь загадка, если кинуть два кусочка натрия грамм так 20 в воду, какая получится реакция? Выберите правильный ответ из двух симуляций и далее. К слову говоря, такие реалистичные взрывы возможны только в War Thunder из-за крутой физики. Тут даже есть следы на снегу от танка. Если вы захотели попробовать поиграть в War Thunder бесплатно, ссылка на него будет в описании. Данный эксперимент показывают на уроках химии в школах, только в очень маленьких масштабах. Если же кинуть два кусочка натрия грамм так 20 в воду, произойдет... О да, это было круто. Как видите, при взаимодействии с водой натрий загорелся, зашипел, а потом взорвался. Но на самом деле это не натрий взорвался, а водород, который выделился при реакции натрия с водой. И водород окислился на воздухе и вступил в реакцию кислорода. А натрий, который взаимодействует с водой, сильно нагревается и тем самым поджигает от этого водород. Все очень просто, но на самом деле это очень эффектно. Именно поэтому в химии нельзя смешивать все подряд, так как может выйти примерно вот так. Но давайте проверим, как натрий реагирует с кока-колой. Чтобы все прошло безопасно, я талю немного кока-колы. Возьму пакетик для чая, в который я помещу натрий. И так как пакетик с веревочкой, это даст возможность не среагировать натрию с кока-колой сразу. Так, поэтому мы закрываем аккуратно. А теперь подготовимся. Отойдем на безопасное расстояние и аккуратно перевернем кока-колу. Отходим. Да, как вы видели, натрий моментально среагировал. Он загорелся, пропалил бутылку, а потом чуть почти не сделал с нее ракету. Это было очень эффектно. Ну и давайте напоследок сделаем крутой эксперимент и посмотрим, как натрий реагирует с арбузом. Для начала нам нужно достать арбуз и мы его крадем на соседнем поле. Попробуем срывать его прямо на ходу, так что нам нужно будет предельно аккуратно, чтобы не разбиться при посадке. Посадить самолет в Вартандре так же сложно, как в настоящей жизни. Для тех, кто хочет поиграть бесплатно, ссылка и подарок на Вартандре будет в описании к этому видео. Давайте аккуратно его разрежем. Ах, какой спелый, шлопается. У нас получилась небольшая выемка и давайте туда поместим немного натрия. Это было самое зрелищное. Я реально обалдел, когда в меня прилетел арбуз, хотя я стоял аж в 10 метрах. Да, натрий металл такой, у него просто бомбит, пукан от хейтеров. Ставьте лайк, если хотите еще эксперименты с химией, а может, давайте я кину натрий в туалет? Ставьте лайки, ребята, 50 тысяч лайков, и тогда я сниму такое видео. Натрий в туалете. Хм, стоп, еще не время. Давай где-то через недели две покажемся зрителям. Маленький еще. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это зрелище. И сделайте репост, чтобы ваши друзья про это узнали. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.